Рэй Брэдбори. Идеальное убийство. Я плыл сквозь них, не замечая времени, не наблюдая часов, не обращая внимания на появляющийся и не на висках львиный взгляд в зеркале. Как бы то ни было, в свой сорок восьмой день рождения, ночью лёжа в постели с женой, в то время как во всех остальных, залитых лунным светом, тихих комнатах дома спали мои дети, я подумал. Сейчас я встану, пойду и убью Ральфа Андерхилла. «Ральф Андерхилл?» – скричал я. «Да кто, чёрт возьми, он такой? Убить его через тридцать шесть лет спустя? За что? Ну как же?» – подумал я. «За то, что он сделал со мной, когда мне было двенадцать». Через час, услышав шум, проснулась моя жена. «Друг?» – позвала она. «Что ты делаешь?» – «Собирай вещи», – сказал я. «Для поездки». «А-а-а-а-а!» – пробормотала она, перевернулась на другой бок и заснула. «По вагонам! Все по вагонам!» – разносились по железнодорожной платформе крики проводников. Поезд вздрогнул и с грохотом тронулся. «До встречи!» – крикнул я, вскакивая на подножку. «Когда-нибудь?» – отозвалась моя жена. «Лучше бы ты полетел». «Лететь?» – думал я. «Лишить себе удовольствия размышлять об убийстве, пересекая равнины?» «Лишить себе удовольствия смазать пистолет, зарядить его и думать о том, каким будет лицо Ральфа Андерхилла, когда я появлюсь тридцать шесть лет спустя, чтобы свести с ним старые счеты?» «Лететь? Ну нет. Лучше уж с рюкзаком на спине идти пешком через всю страну, останавливаясь на ночлег, разводить костер, поджаривая на нем свою желчь и горькую слюну, и вновь глотать свою застарелую, иссовшую, но все еще живую вражду, и потирать так и не зажившие синяки. «Лететь?» Поезд тронулся. Моя жена пропала из виду. Я начал свой путь в прошлое. На вторую ночь, пересекая Канзас, мы попали в ужасную грозу. До четырех утра я не спал, слушая рев ветра и раскаты грома. В самый разгар бури я увидел свое лицо, негативный снимок на темном фоне холодного оконного стекла и подумал. «Куда едет этот безумец? Убивать Ральфа Андерхилла? Зачем? Просто так?» «Ты помнишь, как он ударил меня по руке? Синяки. У меня все было в синяках. Обе руки – темно-синие, кропчато-черные и странно-желтые синяки. Ударить и убежать – это был Ральф. Ударить и убежать. И тем не менее, ты любил его. Да, как любят друг друга мальчишки, когда им по 8, по 10, по 12 лет. Весь мир невинен, а мальчишки – это зло по ту сторону зла, ибо они не ведают, что творят. И все равно творят. Так что где-то в глубине души я нуждался в том, чтобы меня били? Мы были прекрасными друзьями, которые нуждались друг в друге. Я – чтобы меня били, он – чтобы бить. Мои шрамы были эмблемой и символом нашей любви. Что еще заставляет тебя желать смерти Ральфа через столько лет?» Поезд резко засвистел, мимо проплывал ночной пейзаж. И я вспомнил, как однажды весной я пришел в школу в новеньком модном твидовом костюмчике, а Ральф, ударив, поварил меня на землю и завалял в снегу и свежей бурой грязи. Ральф хохотал, а я, престижный, по уши грязный, боясь предстоящей порки, пошел домой переодеваться в чистое. «Да, а что еще? Помнишь глиняные фигурки из радиошоу про Тарзана, которые ты мечтал собрать? Фигурки Тарзана, обезьяны Калы и Льва Нумы всего за 25 центов каждая. Да-да, потрясные. Даже сейчас в моей памяти звучит этот крик человека-обезьяны, летящего с диким воплем на лианах через джунгли далеко-далеко. Но у кого были эти 25 центов в разгар великой депрессии? Ни у кого. Только у Ральфа Андерхилла. И однажды Ральф спросил тебя, не хочешь ли ты одну из фигурок? Хочу, закричал ты. Да-да, это было как раз на той неделе, когда брат в странном приступе любви, смешанный с презрением, подарил тебе свою старую, но дорогую бейсбольную перчатку. Ладно, сказал Ральф, я дам тебе моего лишнего Тарзана, если ты отдашь мне эту бейсбольную перчатку. Сумасшедший, подумал я. Фигурка стоит 25 центов, а перчатка 2 доллара. Никаких торгов, ни-ни. И все же я прибежал к дому Ральфа с перчаткой и отдал ему, а он с еще более презрительной ухмылкой, чем у моего братца, вручил мне фигурку Тарзана, и я, прыгая от радости, помчался домой. Две недели мой брат не догадывался о своей бейсбольной перчатке и фигурке, а когда узнал, то во время загородной прогулки бросил меня одного неизвестно где, в отместку за то, что я был таким дубиной. «Фигурки Тарзана, бейсбольные перчатки!» – прокричал он. «Это последнее, что ты от меня получил в своей жизни. И где-то на проселочной дороге я просто лег на землю и заплакал. Мне хотелось умереть, но я не знал, как изругнуть из себя тот последний вздох, который был моей несчастной душой. Слышались приглушенные раскаты грома, капли дождя застучали в холодные окна Пулманского вагона. Что еще? Неужели это весь список? Нет, есть еще одно. Оно страшнее, чем все остальные. За все те годы, когда на 4 июля, день независимости, национальный праздник США, ты прибегал к дому Ральфа, чтобы в 6 утра кинуть горсть камешков в его затуманенной росой окно, или в конце июля или августа позвать его смотреть, как на рассвете в холодной утренней голубизне вокзала разгружается бродячий цирк, за все эти годы он, Ральф, ни разу не прибегал к твоему дому. Ни разу за все эти годы ни он, ни кто-либо другой не доказал своей дружбы, придя к тебе. Никто не постучался в дверь. Ни разу высоко подброшенная горсть конфетти, песка и камешков, не стукнуло тихонько, не звякнуло об окно твоей спальни. И ты всегда знал, в тот день, когда ты перестанешь приходить к дому Ральфа, чтобы позвать его на заре, в вашей дружбе придет конец. Однажды ты решил проверить, ты пропал на целую неделю, но Ральф ни разу не пришел к тебе, словно ты умер и никто не пришел на твои похороны. Когда вы снова увидели с Ральфом в школе, он не выказал никакого удивления, не задал вопроса, не проявил даже малейшего любопытства. Где ты пропадал, дуг, мне некого было поколотить. Куда ты запропастился, дуг, мне некого было помучить. Сложи все эти грехи вместе, но особенно обрати внимание на этот последний. Он ни разу не пришел ко мне, ни разу не пропел у моей утренней постели, не кинул рисовую горсть камешков в чистые стекла моего окна, чтобы позвать меня окунуться в сладость летних дней. И вот за это, Ральф Андерхилл, подумал я, сидя в четыре утра, когда стихла гроза в вагоне поезда, и слезы вдруг навернулись на глаза. Вот за это последнее и решающее преступление завтра вечером я тебя убью. Убью, думал я, через тридцать шесть лет. Господи, да я еще безумнее Ахова. Поезд издал долгий жалобный крик, мы неслись по равнине, как механическая фигура греческой судьбы, влекомая черной железякой римской фурии. Говорят, в прошлое вернуться невозможно. Это ложь. Если тебе повезет, и ты рассчитаешь все правильно, ты прибудешь туда на закате, когда старый город наполнен лучами золотистого света. Я вышел из поезда и зажигал через Гринтаун, затем остановился перед зданием суда, горевшим в огне закатного солнца. Каждое деревце было увешано разноцветными золотистыми дублонами. Каждая крыша, карниз и лепнина сияли, словно чистейшая медь и старинное золото. Я сел на скамейку в сквере перед зданием суда в окружении собак и стариков и сидел, пока не зашло солнце и Гринтаун не погрузился во тьму. Я хотел насладиться смертью Ральфа Андерхилла. Никто и никогда за всю историю не совершал подобного преступления. Выжду момент, убью и уйду. Чужой среди чужих. Ну кто, найдя тело Ральфа Андерхилла на пороге его дома, осмелится предположить, что какой-то 12-летний мальчик, приехавший сюда на поезде, как на машине времени, и движимый чудовищным презрением к самому себе, совершил выстрел из прошлого. Невозможно представить, меня спасет мое чистейшее безумие. Наконец, в половине девятого этого прохладного октябрьского вечера я направился за лощину на другой конец города. Я совершенно не сомневался, что Ральф живет по-прежнему там же. В конце концов, люди, бывает, переезжают. Я свернул на Парк-стрит, прошагал 200 ярдов до одинокого фонарного столба и посмотрел на другую сторону улицы. Принадлежавший Ральфу Андерхиллу белый, двухэтажный в викторианском стиле дом, словно ждал меня. И я чувствовал, Ральф там. Он там, сороковосьмилетний, а я здесь, тоже сороковосьмилетний, переполненный застарелой, истасканной, и самопожирающей решимости. Я шагнул в тень, открыл чемодан, положил пистолет в правый карман пальто, закрыл чемодан и спрятал его в кустах. Откуда потом возьму его, спущусь в лощину и пойду через город к поезду. Перейдя улицу, я остановился перед его домом. Это был тот самый дом, перед которым я стоял 36 лет назад. Вот окна, в которые я с любовью и самоотречением швырял весенние букеты камешков. Вот дорожки со следами сгоревших фейерверков, оставшимися от тех далеких праздников 4 июля, когда мы с Ральфом взрывали к чертям всё подряд, выкрикивая поздравления. Я поднялся на крыльцо и увидел на почтовом ящике мелкими буквами «Андерхилл». А что, если откроет жена? Нет, подумал я. Он сам неумолимо, как в греческой трагедии, собственноручно откроет дверь, получит пулю и почти с радостью примет смерть за свои старые преступления и грешки поменьше, которые как-то сами собой переросли в преступление. Я позвонил. Интересно, узнает ли он меня через столько лет? За мгновение перед тем, как сделаешь первый выстрел, назови ему своё имя. Пусть он знает, кто это. Тишина. Я снова позвонил. Скрипнула дверная ручка. Слыша, как колотится моё сердце, я потрогал в кармане пистолет, но не вынул его. Дверь открылась. На пороге стоял Ральф Андерхилл. Он заморгал, уставившись на меня. «Ральф?» – произнес я. «Да?» – вопросительно протянул он. Не более пяти секунд простояли мы так лицом к лицу. Но, боже мой, как много всего произошло за эти краткие пять секунд. Я увидел Ральф Андерхилла, увидел его ясно, а ведь я не видел его с тех пор, как мне исполнилось двенадцать. В те времена он, как гора, возвышался надо мной, что давало ему возможность колотить меня, бить и измываться. Теперь это был маленький старичок. Во мне пять футов одиннадцать дюймов росту, но Ральф Андерхилл остался почти таким же, каким был в свои двенадцать лет. Человек, стоявший передо мной, был не выше пяти футов двух дюймов. Теперь я возвышался над ним, как гора. Я ахнул, вгляделся и увидел еще кое-что. Мне было сорок восемь, но в свои сорок восемь Ральф Андерхилл растерял половину волос, а те, что остались, были седые и совсем редкие. Он выглядел на шестьдесят, а то и на шестьдесят пять. У меня прекрасное здоровье, а Ральф Андерхилл был бледен, как воск. На его лице читалось, уж он-то хорошо знает, что такое болезнь. Словно он вернулся из какой-то страны, где никогда не светит солнце. Вид у него был опущенный и изможденный. От его дыхания веяло запахом могильных цветов. И тут, когда я все это увидел, буря прошедшей ночи, словно собрав воедино все свои грома и молнии, обрушилась на меня одним слепящим ударом. Мы словно стояли в эпицентре взрыва. Так вот, ради чего я пришел сюда, подумал я. Значит, вот она истина. Ради этого страшного мгновения. Не для того, чтобы вытащить пистолет. Не для того, чтобы убить. Нет. А чтобы просто. Увидеть Ральфа Андерхилла таким, каков он теперь. Вот и все. Чтобы просто побыть здесь. Постоять и посмотреть, каким он стал. Ральф Андерхилл в каком-то немом удивлении поднял руку, губы его задрожали. Он непрестанно окидывал меня взглядом с ног до головы, разумом пытаясь осознать, что за великан стоит в проеме двери. Наконец послышался его голос, такой тихий и слабый. «Дук?» Я отступил на шаг. «Дук?» Выдохнул он. «Это ты?» Этого я не ожидал. Люди не должны помнить, не могут, через столько лет. Зачем ему ломать себе голову, припоминать, узнавать, называть по имени? И тут мне пришла в голову безумная мысль, что после того, как я покинул город, вся жизнь Ральфа Андерхила пошла кувырком. Я был ядром его мироздания, тем, кого можно было пинать, бить, калашматить, награждать синяками. Вся его жизнь сломалась лишь из-за того, что в один прекрасный день, 36 лет назад, я просто взял и ушел. Бред. И все же в моем мозгу бешено, словно крохотная мышка, вертелась мысль, кричавшая мне. «Ральф был нужен тебе, но еще больше ты был нужен ему. И ты совершил единственный непростительный, жестокий поступок. Ты исчез. Двук», – снова произнес он, поскольку я все еще молча стоял на крыльце, опустив руки. «Это ты?» «Вот он, миг, ради которого я сюда приехал. Где-то глубоко внутри я всегда знал, что не воспользуюсь своим оружием. Да, я принес его собой, но меня уже опередили время, возраст и череда маленьких и этого более страшных смертей. Бах! Шесть выстрелов в сердце. Но не из пистолета. Лишь мои губы прошептали звуки пистолетных выстрелов. И с каждым выстрелом лицо Ральфа Андерхила ставилось на десять лет. Когда я произнес свой последний выстрел, ему было уже сто десять. «Бах!» – шептал я. «Бах, бах, бах, бах!» Его тело вздрагивало от каждого выстрела. «Ты убит, господи! Ральф, ты убит!» Я повернулся, спустился с крыльца и уже вышел на улицу, когда он окликнул меня. «Дук, это ты?» Я не ответил и зашагал прочь. «Ответь мне!» – слабым голосом кричал он. «Дук! Дук Сполдинг! Это ты! Кто это? Кто вы?» Я подхватил чемодан и скрылся в ночи. Наполненный песнями сверчков и в темноте лощины, перешел через мост, поднялся по лестнице и зашагал дальше. «Кто это?» – в последний раз донесся до меня рыдающий голос. Отойдя уже далеко, я оглянулся. Во всем доме Ральфа Андерхилла горел свет, как будто после моего ухода он обошел все комнаты и зажег все лампы. По другую сторону лощины я остановился на ужайке перед домом, в котором когда-то родился. Затем поднял несколько камешков и сделал то, чего не делал никто за всю мою жизнь. Я швырнул эти камешки в окно, за которым я просыпался каждое утро в течение первых моих двенадцати лет. Я выкрикнул свое имя, я позвал самого себя, как друга, выйти играть среди бесконечного лета, которого уже нет. Я стоял и ждал ровно стойко, чтобы тот другой, юный я спустился вниз и присоединился ко мне. А потом быстро, опережая рассвет, мы выбежали из Гринтауна и, благодарение Богу, понеслись обратно, назад в настоящее, чтобы не расставаться с ним до конца моих дней. Субтитры сделал DimaTorzok